До сих пор, когда вот сейчас Рухан Кабиняш говорит о том, что там мощная партия Нур-Атан, Нур-Атан никогда не был партией. Нур-Атан всегда был государственным аппаратом. Весь государственный аппарат работал на Нур-Атан. И администрация президента, и Акиматы. Президент возглавлял партию Нур-Атан, Акимы возглавляли филиалы партии Нур-Атан. Соответственно, все бюджеты, организации, все госчиновники были в партии Нур-Атан. Все предприятия, которые завязаны на госзакупках, были вынуждены взаимодействовать с этим. Поэтому говорить, что это была партия, неправильно. Это был государственный аппарат, бюрократический аппарат, который защищал только собственные интересы. Сегодня, в рамках послания, когда президент озвучил, что президент не должен быть членом партии, более того, он сказал, чтобы законодательство запретить Акимов возглавлять филиалы партии власти, это принципиальное решение, которое заставит Акимов служить не своим интересам своей бюрократии, а интересам всего общества, включая тех людей, которые голосовали против этой партии. Тогда мы, на самом деле, открываем простор для политической дискуссии, для появления в парламенте реально сильных политических партий.